Дарк Соулс Встает вопрос, куда идти? Или вниз, или вверх? Я так понимаю, внизу нам еще рано, но почему-то же тут что-то написано И давайте почитаем Удар в спину бей А здесь... Да что это? Тихо, тихо, тихо Какой удар в спину? А кто это вообще такой? Да блин Мать твою, кто это? Так, я не знаю, что это такое за фигня Но мне это уже не нравится Где моя любимая Ути-Гатана? Он молниями кидается какими-то А, я же взял Элебарду, подожди Сейчас исправим это положение Где моя Ути-Ути-Гатана? Нет, ты видал какой там этот? Чувак стоит Или сидит, или что он там делает Давайте почитаем, что написано Дальний бой, бей Ой, 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 ой Здрасте Это нечто похожее на какого-то Голема Я не понимаю, что это, но... Ладно Тебе можно как-то подступиться, а? О, он сам к нам подходит Здорово Нифига себе, подожди, тихо А кто ты будешь в общем? О! Какой шустрила Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Фигово, если костер, то тут рядом. Может еще раз попытаться? Все-таки нас там убили, а нам надо забрать наши души. Хотя сколько их там осталось? Там уже мы почти все потратили на кузнеца. Тут надо его бить дальним боем. А как это делать? Конечно, у нас есть арбалет, но у нас болтов мало. Маловато будет болтов. Хвостом угупашек, смотри. Какой шустрый чувачок. А, у него сороковник. Тихо. Тихо. Эстус. Эстус. Что это за фига тень такая вообще, а? Ты кто по жизни? Получилось, а? Зачем я это прочитал? У меня еще не получилось ничего. Тихо, тихо, тихо. А что это такое здесь? Это лес уже какой-то, подожди. Смерть впереди. А разве нам вообще сюда надо этот лес? Что это за лес? Куда я попал? Я, по-моему, рано сюда пришел. Зачем нам вообще сюда пока идти? Давайте пытаться этого чувака завалить. А интересно, он блокируется вообще? Если я сейчас заблокирую его какую-нибудь атаку, попытаюсь. Ой, ой. Все плохо. Вали, вали, вали. Вали, вали, вали. Вали, вали, вали. Эстус. Не забывай об Эстусе. Это какой-то голем охранный. Он охраняет эту дорогу в лес. Ух ты, напрыжка какая, а? Блин. Тяжелая тварь, однако. Я не знаю, мне кажется, мы сюда вообще рано подперлись, и... Пока что это не вариант сюда ходить. Зачем? Ну хотя... Хотя, может, мы его так и убьем. С виду ничего сложного. Ну как? Он неповоротливый и большой. Это его минус. Если как-нибудь умно так маневрировать от него, то, может быть, и получится его как-нибудь огреть и завалить. Не знаю. Есть ли у него слабое место? Я так понимаю, слабых мест у него нет, потому что он весь из себя такой железный. Или каменный, не знаю. Ну, короче, будем думать. И гадать, как эту тварь нам подолать. О-о-о! Давай! Блин, таки задел! Таки, мать его так задел. Надо не спеша вот так вот, короче. Потихоньку, потихоньку, и всё получится. Не торопиться. Главное... Блин. Тихо. Тихо. Главное... Ой, блядь! Главное у него сзади заходить. И там подачи хвостом у него не такие сильные. А-а-а! Сейчас молния будет! Осторожно! Не просрать, не просрать. Спокойно. Ай, блин, он отходит. Смотри какой... Он реально шустрый. Смотри, как раскатал-то, а! Да ну нет! Не знаю, если бы это был босс, хотя, ну, похоже на босса, то писалось бы как бы под низом, вот здесь бы внизу экрана, писалось бы его имя, во-первых, а во-вторых, была бы шкала его здоровья, такая большая, как у босса. Ну, это, видимо, полубосс, но полубосс довольно сильный, и я не знаю, как его валить. Давайте попытаемся, может, арбалетом как-нибудь. Вместо вот копья зарядим арбалет. Легкий, легкий. У нас тут только легкие одни арбалеты. Хорошо, пусть будет легкий, хотя он же ж ничего не отберет. Это ж просто, ну, такое. Обычных болтов у нас пять. Это бессмыслица, ребята, это бессмыслица его с арбалета валить. Это никуда не годно. Да ну куда это годно, а? Ну, и что? Не-не-не-не-не-не. Тут только ближняя атака, только у тебя тана. Это если бы была какая-нибудь магия у нас, тогда бы я еще понял бы. Можно было бы магию применить и его как-нибудь бы вольнуть. Блин, вот это у него подачи. Да нет, ну что такое-то, а? Ну ладно. В общем, народ, я так понял, этот чувак, который там охраняет вход в лес или куда он там его охраняет, очень сложный пока для нас на нашем уровне. Скорее всего, в лес нам тут пока и не надо. Нам же задача какая? Сперва пойти в церковь нежити и позвонить в колокол, потом позвонить в колокол где-то в подземелье в чумном городе. А лес пока это не наше. Зачем нам туда? Давайте посмотрим теперь, что на этой дороге, что за этим мостом. Там что-то я смотрю, закрыто все. И возможно мы туда не проберемся, но проверить все же не помешает. Здесь ворота, да? Какой-то рыцарь, смотри, сидит. С плафоном на голове. Привет, ты кто? Нифига себе, так закован в латы, что аж не видно. Чиполлино какой-то. И все? О, прости меня, я глубоко задумался. Меня зовут Сигмайер из Катарины. Признаться честно, я наткнулся на препятствия, точнее ворота. Они даже не думают открываться. Сколько бы я ни ждал, а я ждал долго. Так я и сижу. Обдумываю, так сказать, варианты. Ну, я рад за тебя, Сигмайер. А куда ты срать-то ходишь? Панцирь свой? Все еще закрытый. Когда они откроются? Короче, непонятно. Какой-то ты странный рыцарь. Вообще, очень твои мотивы мне не ясны. И ворота закрыты почему-то. Может, их от тебя закрыли, чтобы ты там своим унынием всех не заразил? Какой-то ты странный вообще, унылый рыцарь. Получается, нам сюда тоже пока не надо. Как не надо и в тот лес, который охраняет в данный момент этот железный воин. Я его даже пытался с арбалета валить. Но болт от него просто отскочил и ничего ему не причинил никакого урона. Поэтому будем пока брать... Так, щиты. А, это щиты, подожди. Алибарду нашу возьмем. И вместо утиготаны... Не, утиготану оставим. Потому как сейчас там будут такие тяжелые рыцари довольно. И лучше попытаемся с ними справиться нашей любимой утиготаной. Так. Получается, нам надо было... А это что? За пьедестал такой. Получается, нам надо было только сюда, только в эту церковь пока. И больше никуда не соваться. Ну, кузнеца мы, конечно, нашли. Да хорошо, что мы его нашли. Он нам улучшил оружие. Он нам его починил. А, я забыл, что вы все, сволочи, вы же все воскресли. Когда я у костра-то посидел. Они же теперь все восстановились, гады. Так я утиготаной вас бить не буду. Я буду вас бить. Алибарды новой моей. Ну, давай. Вот, сразу с двух ударов. Класс. Вот это мне нравится. Давайте, ребята, давайте. Выходим все не спеша. Получаем фигурных люлей от меня. Фирменных моих. Порош. С тебя хватит. Теперь ты, дружище. Оп. И оп. Класс. Класс. Я люблю эту алибарду. Я хотя не очень... Не такой сильный приверженец длинного оружия. Таких копий. Там, знаете, алибарды. Но... В данной ситуации оно мне очень помогает. Что у нас здесь? А, это самая церковь. Подожди. Вот там стоит тот рыцарь. Очень большой рыцарь, которого мы увидели. С той стороны. Лучше я пойду не с этой. Лучше я пойду надежда... Нет, нет никакой надежды. Запомните. Все плохо. Тихо. Тихо. Лучше я пойду вот с той стороны у главного парадного входа. И там этих рыцарей я приходую. С этой я заходить не хочу. Сейчас осторожненько так. Удар в спину ему наносим, и все будет хорошо. Класс. С трех ударов. Вот это алибарда. Вот это, ребята. Рекомендую вам. Что меня еще немножко интересует, это то, что у меня есть одна ячейка для магии. Но никаких заклинаний пока я здесь не находил. Интересно, когда это случится уже. Тварь. Какая, блин, закрытая. Давай, открывайся уже, ну. Оп. Нака. Нака. Ладно. Лжец впереди. Я так, кстати, и не понял, кто этот лжец. И что именно он мне должен солгать. Может, тот кузнец лжец? Так нет, он же нормальный дед такой. Работящий. Работяга, видно, его жизнь потрепала, его девушка бросила, потому что он никому не доверяет теперь, кроме оружия. Говорит, что оружие это мой лучший друг, типа. Остальное не важно. Так. Туда не пойду пока. Они, надеюсь, меня не заметят оттуда. А эта тварь заметила. Где-то мне и надо. Ты-то мне, дружок мой, и надо. На... Ой! Как мы вместе-то атаковали. Эээ... Так, там еще... Подожди, он сейчас идет? Стоит пока. Постой там, паровоз. Немножко, подожди меня. Посмотрим все, что у нас здесь. Перекиси лжец. Все меня предупреждают об этом лжеце, и скорее всего он находится в церкви, непосредственно в самой. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь находится. Давайте их по одному выманивать. Так, ты! Ой! Блядь! Блядь! Вот это лжец. Это ты лжец, да? Ты меня обманул. Собака ты чертовая. Нифига себе. Эстус! Тихо! Да сука ты, блин, падла! Ладно, все равно мне идти-то недалеко от костра ближайшего, поэтому все хорошо. Пока что. Итак, мы снова находимся у входа в церковь, и это не что иное, как церковь, потому что это реально похоже. Смотрите, вон там всякие фрески, такие вот именно постройка такая, в таком стиле готики, знаете. И там он алтари всякие. Поэтому сейчас давайте не просрём. Смотри, а тут уже идёт. Идёшь? Падла, он же здесь. Ха-ха-ха! А здесь никого с той стороны, с другой? Не видать. Ладно, давай, давай так. Давай так. Ну теперь-то ты у меня получишь, дружок. Теперь-то я тебя сделаю. На. Подходи. Знаете, с алебардой, с этими тварями стало справляться намного легче. Чё, ещё не всё? Да сколько тебе там надо? А, у него был один хп, смотри. Один хп снял, и он умер. Ха-ха. Прикольно. Оказывается, как всё устроено-то в этом мире. Иногда непредсказуемо, но всё же. Так, привет. Топай сюда. Эти щитники мне намного больше нравятся, чем вот эти вот... Ну, тоже щитники, но у них маленькие щиты. А эти ребята с большими, они более такие, знаете, неповоротные. Ну, как сказать, они... Им нужно больше сил и больше выносливости на следующую атаку. Поэтому после одного такого выпада они могут немножко зависнуть. Им нужно время, чтобы передохнуть. А этот с маленьким щитом, он более шустрый. У него веса меньше. Поэтому он может там атаки за секунду нанести там два удара, не знаю. В то время как те за две секунды наносят два удара. Так, эээ... Я смотрю, у нас там впереди такой странный рыцарь. Довольно интересный. Я не знаю, что мне с ним делать. Он пугает немножко. У него большой щит. Хотя, большой, значит, неповоротливый. Надеюсь, что у меня с ним всё получится. Ну, не в плане отношений, а в плане отношений моей алебарды с его... С его жопой. Тихо. Что тут? Что там? Кто там стреля... Чё, прикалываетесь-то? Кто там такой умный? Там стреляют по мне. Давайте лучше эстусом зарядимся, чтобы нам... На всякий случай он был у нас. И потихонечку пойдём как-то там разбираться. Он идёт, он идёт. Он большой, и он идёт. Ой! Ой-ёй-ёй! Глянь на него, глянь на него! А, так... Смотри, это просто гора мяса. Гора металла и мяса. Ой, тихо! Зато если он так раз на нас подаст, это будет очень плохо и больно. Вот, видите, как это больно? Такая гора. Он реально гора. Это, знаете, игра престолов? Там есть персонаж гора. Григор Клиган. Так вот, похож реально. У него такие доспехи были, он такой большой весь. Но у него вместо буловый меч. Такой двуручный, длинный такой двуруч. И он им владеет просто мастерски. Блин, тихо-тихо-тихо. Ау! Ау! Это больно! Отходи! Христос! Он тоже запаивается. Ты чё? Мы с тобой... Мы с тобой не в выпивание играем. Мы с тобой не на жизнь, а на смерть дерёмся. Я бы, конечно, чувак бы хотел с тобой там в таверне, знаешь, посидеть, выпить. Но... Если б ты не хотел меня убить! Если б ты меня не хотел, сука, убить. Ой, нет! Ой, нет! Это всё плохо! Отходи! Откачивайся! Да блин! Ну смотри! Ну как же позорно мы просрали! Ну более легко на самом деле можно убить, но мы... Вы проиграли. Итак, мы снова на том же самом месте находимся. И когда я убил в очередной раз вот этого вот рыцаря с большим щитом, я подобрал у него какие-то вальдерские наручи. Давайте посмотрим, что это за наручи. Или наручи, как там правильно. По-моему, наручи. Так. А, вальдерские наручи, смотри. Они намного прочнее, чем наши с вами краги странника. У них 17 прочностей. В отличие от наших 14, да? Но у них защита от молний 7%. 8 от огня и 5 еще от магии, по-моему. Так они, в принципе, прочнее. Давайте пока... Давайте пока их наденем, а там будем смотреть. Не знаю, поменялись ли они визуально или не поменялись, но... Пусть так. Давайте против этого мудака возьмем, наверное, Утиготану. Он намного быстрее будет его валить. И намного эффективнее. Поэтому давайте... Ой, ой, тихо, ой, тихо. Давайте выманивать рыцаря. Снова на ту же самую местность. Давай сюда, мразь. Я с тобой поговорить хочу. Тихо. Спокуха. Такая, блин. Я чувствую себя Оберином Мартеллом, который в Игре Престолов, опять же, сражался с горой на турнире на поединке за жизнь Тириана Ланнистера. Гора был такой неповоротливый, а Оберин его... ...от него отскакивал и пытался его уделать. Оу, тихо. Ты изнасиловал ее! Ты убил ее детей! Ты убил ее детей! Давай, давай, давай. Тихо. Ты изнасиловал ее! Сука! Ой, он достал меня! Ты убил ее детей! Тихо, дихо... Тихо, дихо, дихо! Тихо! Тихо! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Классно получилось. Фух. Хорошо. 800 душ у него забрали. И осколок титанита на улучшение нашей утиготанной любимой. Так, хорошо. Пока нормально, держимся. Это славно. Роскошный вид. Где? Здесь? Класс. Правда роскошный. Давайте я даже скриншотик сделаю. Нормально. Все, пошли. Теперь пошли. Теперь берем пока что Али Барду. Кто там, кстати, у меня магией плевался, а? Кто такой умный? О! Нежить маг? Я мог это предугадать. Надежда. Вера, надежда, любовь. Мышки. Так. Выбрать труп. Сменить. Что сменить? Сообщение прочитать. Вослав солнце. Это что, солнце? Труп. Душа хранительницы огня. Нифига ж себе. А что она дает мне эта... Душа. Это мне уже интересно стало вдруг. Тихо. Давайте прочитаем об этом. Где она у нас, эта душа? Усиливает флягу с эстусом. Может, типа, если ее применять на эстусе, то... Как бы будет больше здоровья восстанавливать? Да давайте применим, а что? Использовать. Я правда не знаю, что нам дало. У нас теперь пять человечностей вдруг стало. Пять человечностей? Офигеть. Как так? Давайте тогда, знаете, что сделаю сейчас? Давайте я пока пойду к костру. И за эти человечности хотя бы две потрачу. И прокачаю еще костер. Чтобы он нам давал больше фляг с эстусом. После этого я выключу запись. Снова уже вне записи, вне камеры убью этого черного большого рыцаря. Гору эту. И потом мы с вами просто пойдем дальше. Чтобы вам это все не пересматривать по сто раз. А ну давайте проверим-ка. Давайте заодно новый уровень все повысим. Давайте опять выносливость будем повышать. Все, пока нам хватит. Выносливость повысил. Окей. Подожди, что значит отменено? А, я не подтвердил просто. Хорошо. Теперь, теперь в опустошение обратить. Так, и теперь вас сжечь. А, нельзя без тайного обряда. Ну и пошли вы в жопу. Ладно, давайте тогда сейчас я переиграю уже вне камеры, потому что они там все повозрождались. А потом мы с вами просто вернемся на это же место. Так, я нахожусь сейчас здесь. К нам только что вторглась темная душа. Я не знаю, где она вторглась. Не понимаю, что это означает. Сейчас, походу. Вон она. Там бегает фантом. К нам вторгся фантом. Давайте против этого фантома я возьму утеготану. Это, короче, некоторые игроки могут к тебе вторгаться в твой мир и с тобой воевать, но только в том случае, если ты... А, он-то моего босса убивает. Ну, этого не босса, а гору эту. Но вторгаются они в том случае, если ты находишься в человеческом облике. Тогда они тебя могут на твой мир напасть и тебя попытаться завалить. Так же самое мы тоже можем кому-то вторгнуться. Вот он. Хм, прикольно. Он мне поклонился, а я ему говорю, иди сюда. А, ты так, значит, да? Кидайся чем-то, капец. А что это за эффект такой, а? Подожди, единственный способ с ним сейчас совладать, это... Блядь. Да иди ты нахер. Своими бомбами, блядь, раскидался тут. Раскидался, понимаешь, бомбами-то, а? Иди в жопу. Тихо, 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 тихо. Сколько у тебя бомб? Ты на меня всех потратишь. Всех изведешь. Ах ты, мразь. Да он слабее меня. А, нет, какой слабее? Он, блядь, сильнее. Я его почти завалил. Это баба какая-то, смотри. И поклонился. Ну, хоть честь отдал. Да, неуважение всегда хорошо. Ладно, попробуем дальше это все пройти. Только уже без фантома. Он, так понимаю, это вторгся, и получается уже все. И все мои человечности похерились. Ладно, давайте пока снова добежим уже дотуда. Давайте на запись, а? А пофиг. Хоть и по тому же самому месту, но это будет интересно. Так. У нас просто сейчас в руках утиготана находится, и мы утиготаны сможем раздавать довольно мощно и быстро. Сюда. На, 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 на. Тихо. Тихо. Лежать. Лежать. На. Потому что это моя утиготана, ребята. Не стоит на меня залупаться. Мои души хоть немножко, но восстановили. Да, фантом... А, да кичала вечности вернули. Отлично. Все, хорошо. Возвращается, короче, все, что ты утратил. Главное, вовремя это все найти и забрать. Пока тебя не убили об очередной раз, и тогда уже ты то предыдущее не вернешь никак. На. Спину тебе удар. Сюда иди. Сражайся. Сражайся, мать твою. Все, хорошо. Там ничего с него не выпало, кстати. Нет, ничего. Можно теперь идти в это, в церковь. И в церкви уже разбираться. Я бы тоже хотел бы к кому-нибудь бы вторгнуться и сразиться, попытаться, но... Не знаю, стоит ли это пока делать. Давайте пока разбираться с нашими заданиями. ой, тихо. На, на. Какого? Не будешь ты восстанавливаться. Ты что, самый умный тут, да? Спокойно. Сейчас выходит эта тварь. Опасная. Тихо. Отходим. Ой. А! Отскок. Хорош. Молодечик. Остался ты. С вами, ребята, у меня разговор короткий. Я же говорил... О, обобрать. Балдерские наручи и осколок титанита. Спасибо. А где босс? А-а-а. А, подожди, мы же его-то завалили уже. Получается, они не воскрешают. Воскрешают только вот эти вот рыцари с большими щитами и с маленькими щитами такими, с круглыми, которых мы только что валили. А вот такие вот в больших латах как я их называю, гора. Они не воскресают. Ну, ладно. Это хорошо. Это я рад. Там он у нас маг на повестке дня. С ним надо разобраться. Призрачная стена. Призрачная стена. Где она? Призрачная стена. Призрачная стена. Кто мне расскажет? Кто подскажет? Где она? Где она? Так. А что это такое? Э! Э! Куда? Я не хотел. Да подождите, не так быстро. Куда это? Куда? Мы спускаемся в недра земли. Боже, как оно-то низко здесь. Бей живот. Какой живот? Вы о чем вообще? Кого? Я наверх хочу, ребята. Что здесь? Храм огня. И что это за храм? Кто вообще здесь промышляет? Туда вниз что ли приказываете идти? Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. А, вот сюда. А, храм огня. Это же... Это же наша локация стартовая. Смотрите. Смотрите, куда мы пришли. Ха-ха. Привет, дружище. Очень хорошо. Тогда тебе, прежде всего, надо вступить в орден богов. А он меня все агитирует. Нет, я не хочу в твой орден. Не хочу. Кстати говоря, в храме огня есть еще один персонаж, с которым можно повидаться и поговорить. Давайте мы сейчас с ней встретимся. Я знаю, где она находится. Мне об этом подсказали, рассказали. И... Если я сейчас правильно пойду... Вот. Мы эту лестницу пропустили. То мы ее здесь сейчас найдем. Вот. Нет ответа. Она не может говорить. Усилить фляга с эстусом. Поговорить. Давайте эту флягу усилим. Для того, чтобы усилить флягу, требуется душа хранительницы огня. А, так я уже добывал такую душу. И я сам как бы усилял. Я так понимаю, фляга с эстусом уже усилена. Ну, не знаю. Или... Или хрен его знает. Или я потратил зря только душу хранительницы огня. Я без понятия. Походу, мы флягу не усилили. Походу, мы эту душу сожрали. И она дала нам шесть сразу очков человечности. Вот это жесть. За то, что мне нравится, что локации так связаны прикольно. То есть, как вы видите, мы на лифту спустились обратно в начало. Тихо. Ага, я не дурак. Я туда не поеду. Там вообще бездна какая-то. Не-не-не. Туда рановато соваться. Хотя, может, сунемся, а? Ну, давай, подымайся. А была не была. Погнали. Надеюсь, мы назад-то приедем потом. Иначе это будет жопа. Куда я пришел? Куда я попал-то? Подземелья какие-то. Рычаг есть. Хорошо, это... Это меня радует. Что это за место? Что это за место? Вы слышите эти звуки? Кто здесь? Полый! А-а-а-а! Это обыкновенный полый. Руины нового Лонда. Лондон, что ли? И что здесь вообще такое? Интересно. Ха-ха-ха-ха! Пока-пока! Ребят, привет! Что у вас тут за цирк происходит, а? Давайте мне ваши души. Они реально какие-то неадекватные? Даже не понимают, что происходит. Они сидят и ничего не делают. Хватаются за головы и все. Пока-пока! Что-то здесь все слишком легко и слишком странно. Здорово! Нифига себе, руины. И куда я вообще пришел? Эсток. Что за эсток? Давайте проверим. Ммм, так. Не, не так. Вот так. Эсток. А-а-а! 75% всего лишь урона. Это мало. Моя утилета набьет лучше. Это даже меньше, чем у сабли. Скажем, у сабли 80%. Эсток. Можете этим эстоком себе побрить только волосы на жопе. И больше ничего не может. Так. О! Как туда-то залез. Не понимаю, что это за место. Эти придурки, они... Они же не враждебные. Они не атакуют меня. Куда я иду? Что я здесь забыл? Зачем я раньше времени сюда поперся? Нам же явно не сюда. Нам надо зазвонить в колокол. Нам надо... А мы идем, куда попало. Ладно, идем. Коль уж пошли. Ой. Ой, здрасте. Ой, не-не-не-не-не. А я могу вас победить как-нибудь, а? Ей урона не наносится. Э, отвали от меня! Ты что? Ты что? Ты что? Кляча! Пошел отсюда! Мое оружие не нанесло ей урона. Видимо, чтобы сражаться с привидениями, надо какое-то оружие, не знаю, зачарованное что ли? Может, какое-то магическое оружие? Потому что мое, моя Утигатана, которая дофига урона наносит уже, и которая нам помогала воевать с черными рыцарями, там, со всякими странными созданиями, она этих привидений ни капли не задела. Никак вообще, тупо. Поэтому лучше давайте отсюда ввалить. Подожди, а вас я, ребята, по-моему, уже здесь увидел. Хотя, может, я кого-то и пропустил здесь, ладно. Короче, руины нового Лондона нам пока еще не доступны, потому что здесь находятся такие призраки, которых мы, нашим Утигатаной, не сможем даже пощекотать. Стой, тут две башни, два подъема. Стой, там что-то есть. Что-то есть. Что это такое? Душа безымянного солдата. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята, за душу безымянного солдата. А здесь же еще был один какой-то вход в башню. Решетка. Заперта. Ладно, давайте отсюда выбираться нафиг. И пойдем тогда непосредственно уже к нашей церкви, к нашему колоколу. Замочим того мага, который нам мешал. Будем уже звонить, так сказать. Эти руины нам пока что не нужны. Да, неплохая такая локация, довольно интересная, но... Рано, рано, сюда мы лезем. Рано. Храм огня опять. Самая лучшая, самая любимая локация. Я, кстати, когда ее увидел, это название, ну, когда вот мы сегодня в него снова вернулись, и это нам... Название это высветилось. Я сначала не поверил, думал, что это за локация такая странная, не помню уже, короче, я не забыл. А потом, когда я понял, что это такое, то... Так обрадовался, вы не можете себе представить, сколько мы уже прошли трандеца. И этот храм, это просто как бы... Безопасная обитель, как... Все равно, как конспиративная квартира. Ммм, что? Восстановить человечность? Для этого существует несколько способов. Можно собирать ее по частичке с трупов, а можно умаслить клирика, чтобы он тебя призвал. Самый быстрый способ, хотя я его не использую, это убить здорового мертвеца и забрать его человечность. В конце концов, заповедь «Не возжелай!» относится только к живым. Понятно. Что еще скажешь? На что ты смотришь? Не пытайся ничего тут выкинуть. Можешь пожалеть. Тебе не приходило в голову мыслей перековать оружие? Тебе нужно поскорее найти ящик кузнеца. Если, конечно, ты не любишь размахивать тупым оружием. Странный ты. Интересно, что случилось с этим учеником-чародея? Ну, тем, который все болтал про магистра Логана. Он отправился в город нежити, но так и не вернулся. Так ему и надо. Если даже старик большая шляпа не справился, то у него и вовсе не было шансов. Надеюсь, ему понравится быть полым. Что за ученик-чародея? Что? Что? Ты хочешь узнать что-то еще? Только этого нам не хватало. Очередная любопытная душа. Что ж, тогда слушай. А, это колокол, да? Наверху в церкви нежити на подъемник сломан. Так что придется карабкаться по лестнице в развалинах и попасть в город нежити через водоспуск. Второй колокол глубоко под городом нежити. В полном заразы чумном городе. Но я скорее умру заново, чем сунусь в эту помойку. Ха-ха-ха. Ясно. А, да преисподняя, что еще? Задаешь слишком много вопросов. Ладно, иди нафиг. Ты мне сам уже надоел, как... Горькое яблоко. Так, куда теперь? Теперь давайте вернемся же обратно. Нам нужен наш подъемник. Подожди, а куда нам... Сюда же, кажется, да? Сюда и теперь сюда. Я тогда еще в начале игры думал, что это за место такое, что вот здесь вот происходит вообще. Оказывается, здесь можно подняться наверх. По этому подъемнику. Все, погнали. Возвращаемся к нашей церкви. Так. И вот мы снова находимся в уезде нежити. В церкви. В церкви давайте наконец-то покончим с этим магом. Что это такое? Это невыносимо. Смерть. Нет, жизнь, ребята. Не надо так уныло... Верить в смерть. Верить в смерть. Так. Так, так, так. Лестница. Пошли по лестнице. О! Мразь! Откуда я тут взялся? Тихо, тихонько. Не спешим. Все. Готов. Как мне они в прошлой серии казались такими сложными противниками, а сейчас их уже выношу тупо на раз-два. Это радует. Потому что мы прокачались. Нежить. Я знаю, что нежить, что неживые тут. Тут везде одна нежить. Че? А, это тут маг. Весь снаряд. Че за снаряд? О! А! Да как эти твари меня... Ты смотри, че произошло. А как так? Короче, ладно. Я сюда вернусь уже в следующей серии и буду мучиться потом дальше. А пока что... Хе-хе-хе. Пока что... С вами был Морган. Оставайтесь с нами. Всем удачи и... Не совершайте таких ошибок, как только что совершил я. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok